А здрасте! А мы продолжаем рубиться на свапе в нашу любимую ферму. И вначале, как обычно, погнали, друзья, смотреть, что у нас да как и что вообще на этой гребаной ферме у нас происходит. Начинаем, друзья, с нашего поля. Я его в этот раз засеял лавандой, но что-то с этой лавандой на самом деле не так. По текстурам какие-то полоски белые и, честно говоря, она у меня хорошенько так жрет фпсик. Лаванда у нас уже, кстати, убирается. И знаете что? Вот тут уже два круга, уже на третий скоро пойдут. И мы еще один прицеп не забили. То есть ее капец как мало будет здесь. Убирается она, кстати, силостным комбайном. И что-то здесь, опять-таки, не то с анимацией. Я взял в аренду вот такого вот класса. Он вполне нормально справляется с этой задачей. Вальтер, соответственно, с ним ездит. Вот у них набилось уже 36 кубов. Собственно, вы сами видите в левом верхнем углу, как медленно оно набивается. То есть с поля будет немного. Ну, обещает 73 куба. Хотя здесь написано 96 кубов. Но я сомневаюсь, что здесь будет 96. Хотя, хрен его знает. И вот фпс иногда проседает аж до 20. Это вообще не порядок. Что-то с лавандой, короче, не то. Полянку, друзья, мы, разумеется, нашу косим. Здесь ездит косилочка. Здесь ездит Джонни, который это все дело собирает. У которого низкий уровень топлива. Ну, ничего не поделаешь. Сейчас мы с ним разберемся. А также, друзья, у нас работает наша Татра. То есть скани. Господи, почему я путаю все время их? Она, соответственно, возит траву на ферментатор. Все как обычно. Этот ферментатор я за кадром, кстати, опустошил. Повыполнял пару контрактиков, если что. Ну и двое суток, разумеется, у нас прошло с тех пор, как мы играли в прошлый раз. И сейчас вот здесь подъезжает наш Джонни. Сейчас он высыпется. И как только заполнится наше скани. Смотрите, сразу сейчас вот пойдет наполнение. И вот он наполнится до конца. И сразу повезет это все дело на ферментатор. А потом будет ждать следующую порцию. Примерно вот так вот, в общем, это и работает. Соответственно, друзья, сено у нас есть 500 кубов. Трава вся выводится нахрен. До хренища есть соломы и льняной соломы. Это у нас хорошо все. Есть 2,5 миллиона литров силоса. Что тоже, в принципе, замечательно. Я люблю, когда много всего есть. На биогазе у нас еще примерно половина силоса осталось. Который мы высыпали 2 серии назад. То есть 4 дня прошло. То есть к следующему разу, в общем-то, можно здесь пока что ничего не трогать. Здесь копится немножко биогаза. И это тоже, в принципе, хорошо. На нефтяные вышки я, кстати, тоже отвез 100 кубов нефти. И, точнее, 100 кубов биогаза. И они нам уже тут наделали по 200 кубов нефти на каждой. И, соответственно, вышек примерно 2 дня на это все дело ушло. Чуть-чуть больше получается. Также, друзья, мы в прошлой серии купили с вами НПЗ. И сюда я отвез всю нефть, которая у нас была раньше. Половина из нее переработалась за 2 дня. То есть кубов 300. И с этого у нас получилось 228 кубов дизельного топлива и 76 кубов мазута. Мазут мы будем продавать. Дизельным топливом будем пользоваться сами. Будем заправлять им технику. В принципе, 228 кубов нам хватит до конца просто этой карьеры, этого прохождения. Поэтому я предлагаю зайти в менюшку и остановить производство дизеля. И запустить производство полимеров. Полимеры нам понадобятся на химпроме. И потом будем делать из них мешки, чтобы упаковывать в них всякую разную продукцию, которую будем потом делать когда-нибудь. Также, друзья, наш бетонный завод стал колом. Закончился на нем биогаз. Не проблема, подвезем. Всего остального здесь хватает. В принципе, поддонов маловато. Ну да, поддоны подвезем. Как-нибудь. Есть, соответственно, уже довольно-таки много кирпича. И 500 кубов бетона. Что, в принципе, очень хорошо. Это все дело надо копить. Очень много бетона и кирпичей будет уходить на стройки. Когда мы такие начнем их запускать. Цементный завод у нас продолжает работать. 150 кубов цемента на нем сейчас есть. Но я много... Да, я его весь, который здесь был, отвез на производство бетона. Поэтому его сейчас здесь не очень много. Поддоны пока есть. Это хорошо. Биогаза вообще в достатке. Биогаза хотя бы здесь требуется не очень много. Это тоже хорошо. Также, друзья, у нас вовсю работает карьер. Насобирал он за эти два дня. Но там чуть больше, чем два дня получилось. Наверное, даже три может быть. Короче, здесь получилось у нас почти 500 кубов гравия и почти 500 кубов песка. Водичка заканчивается. Биогаза заканчивается. Надо будет это все дело сюда везти. Но этим мы сегодня заниматься не будем. Мы сегодня, друзья, настроим перевозку по курсплею гравия на бетонный завод. Отсюда. Гравия там уходит намного больше, чем песка. Поэтому гравия у нас немножко приоритетнее. Это надо будет сегодня обязательно сделать. Также, друзья, у нас походу уже полностью вырос лес. Я, честно говоря, вообще никогда в жизни не садил лес в этой игре. Ни в 17-й, ни в 15-й. Вот это уже похоже на полностью выросший лес. Соответственно, еще два дня пройдет. И перед началом следующей серии будет, друзья, у нас стрим. И на этом стриме мы все это дело попилим и забьем нашу пилораму и производство поддонов, чтобы их не закупать. Потому что уже, честно говоря, это все дело надоело. Для тех, кто не знает до сих пор, напомню, что стримы у нас переехали на другой канал. Ссылка на него есть в описании. Поэтому, чтобы это дело не пропустить, подписывайтесь на него, нажимайте колокольчик. И в группе ВКонтакте и в Дискорде, разумеется, будут анонсы этого всего дела заранее. Ну, не то чтобы прям за день, но за пару часов так точно. Поэтому можете вступить туда и, собственно, это все дело не пропустить. Ссылки на все это дело есть тоже в описании. Ну, а мы, в общем-то, тогда погнали работать. Первое, друзья, что нам нужно сделать, это разобраться с гребаным топливом. Потому что эта красная надпись, она меня очень сильно напрягает. Для этого мы купим вот такую вот штуку. Это заправочная станция для нашего транспорта. Она вмещает в себя почти 4 куба топлива. И, в общем-то, будем ее наполнять. Поставим ее на базу, соответственно, перед тем, как запускать технику в работу. Если я, опять-таки, не буду об этом забывать, потому что я очень люблю об этом забывать, мы будем заправлять нашу технику на базе с помощью вот этой вот штуки, короче. Только, конечно же, она будет оранжевой. Как же без этого? В общем-то, мы ее покупаем. Она стоит всего 9 тысяч. Можем себе позволить. И пригнали мы сюда GcB-шку. Она сейчас свободна. И поэтому надо съездить, забрать топливо и отвезти все это дело на вазу. Проехав мимо нашего Джоника и заправить его. Потому что надо по-любому. Продолжение следует... Обидно, слушайте, ему вообще пофиг на то, что заправка рядом. Ладно, я тебя, падла, догоню. Стой, стой, падла, я сказал. Куда уезжаешь от меня? Я все равно быстрее тебя бегаю. Снимаем его тогда с маршрутика. И погнали заправим его вручную. Раз он по-хорошему не хочет. Оп, пошла заправочка. Давай, пей, Джонни. Напивайся так, чтобы вот до полную. Ну и давай теперь с ближайшей точки. Погнал. Молодец. Погнал же? Погнал. Все хорошо. Мы тогда садимся в нашу джи-си-бишечку и погнали это все дело отвезем на базу. И я вот, друзья, думаю, куда же эту штуку поставить. И как-то не могу придумать ответ на этот вопрос. Не знаете что и до сих пор не могу придумать. Короче, будет стоять она у нас вот здесь. Так, только надо как-то ее аккуратненько сюда примастить. Ну, что, вместе с другой пополнялкой. Во, нормалды. Отлично, в общем-то, это мы и сделали. Тут мы молодцы. Ничего не скажешь. Значит, джи-си-бишку мы пока оставляем, потому что есть у нас еще различные задачи. Хотя нет, друзья, вообще, продолжаем мы работать на джи-си-бишке. Что я подумал, именно она будет у нас возить. Или нет, не она. Нет, не она. Или она. Она. Короче, все, я решил, она. Точно. В общем-то, встречаемся в карьере. Сейчас, друзья, нам нужно зарядить нашу джи-си-бишку на то, чтобы она возила гравий на бетонный завод. Соответственно, наполняем гравием кузов. Но есть одно но. У нас на бетонном заводе, на заводе ЖБИ, разгрузка будет происходить задним ходом. И для того, чтобы это все дело работало, для того, чтобы мы смогли доехать до триггера, нам придется все это делать без длинного прицепа. Соответственно, мы отцепляемся и начинаем запись маршрута. Едем на ЖБИ. Продолжение следует... Ну и, в общем-то, друзья, мы приехали на ЖБИ. Сейчас нам нужно по максимуму проехать вперед, дабы прицеп потенциальный, который у нас здесь якобы прицеплен, выровнялся. Вот так вот. И отсюда, например, начать движение задним ходом и аккуратно заехать до триггера. Делается, друзья, это без прицепа, потому что... Сейчас нам нужно опять нажать на кнопку заднего хода, и у нас здесь появляется, ну, маркер курсплея, что ли. Если бы мы были с прицепом, то, соответственно, этот маркер появился бы чуть-чуть дальше. То есть, например, вот здесь вот. Ну, условно, да. Если с прицепом мы заезжаем. Трактор стоял бы здесь, соответственно, маркер нарисовал бы здесь. И когда бы мы запустили этот самый маршрут, то, соответственно, когда прицеп доезжает до этого маркера, он и поехал бы вперед. И в итоге прицеп не доехал бы до самого триггера, до места разгрузки. Поэтому, если пишете вот задним ходом, вот в таких вот условиях, не очень хороших, где триггер довольно далеко, то лучше это делать без прицепа. То есть, это делается не потому, что я задним ходом с прицепом боюсь накосячить. Я нормально езжу задним ходом с прицепом, особенно на тракторах. Но вот в данном случае это лучше делать без прицепа. В общем-то, поехали обратно. И вот на этом самом месте мы этот маршрут прерываем. Разумеется, мы его сохраняем. И он у нас будет называться гравий бетон. Я думаю, это нормальное название. Да, в нем может быть много косяков. Во-первых, вот здесь я в конце накосячил. Во-вторых, проблема в том, что гравий падла тяжелый. И, соответственно, тормозной путь будет больше. Я как-то не знаю. Некомфортно мне притормаживать слишком заранее. Ну, короче, сейчас посмотрим, работает это дело у нас или нет. Сколько у нас тут всего? 440 кубов гравия. 5 кубов он нам сделает за час. В общем-то, 9 раз, ладно. Пускай 9 раз он едет. Забрать из бункера надо гравий. Во. Есть у нас тут гравий. А, выполнить количество рейсов. А, у нас, кстати, здесь уже наполненный прицеп есть. Поэтому можно и 10 раз съездить. Почему бы и нет. Давайте-ка вот отсюда мы это дело стартанем. Со следующей ближайшей точки. Я надеюсь, ты будешь падла работать. Потому что, если не будешь, то будет обидно. Потому что на записи такого маршрута уходит очень много времени. Как правило. Хотя, помните, в 17-й ферме у меня был маршрут. Здесь, увы, просто нету сейчас в глобаловском скрипте. А функции такой, чтобы автоматически, когда ты прицеп подставляешь под триггер, он автоматически засыпал то, что там есть. А в 17-й ферме такая штука была. Поэтому можно было замутить маршрут, который ездил из карьера. Забирал отсюда гравий. Ехал вот на эту стройку. Потом возвращался в карьер. Забирал оттуда песок. Ехал на эту стройку. Его продавал. Потом, соответственно, ехал, продавал гравий на нижнюю стройку. Где она вот тут вот у нас. Потом ехал песок сюда вез. И потом еще вот на эту стройку. То есть, там маршрут, который состоял из той выхучи точек. И он работал. И он работал. Все прекрасно. У нас продавался песок гравий. Просто в 17-й ферме, опять-таки, если помните, как только ты продаешь кузов чего-либо, ценник на это дело сразу проседает. Здесь такой бодяги, кстати, слава богу, нету. Так что можно нормально повозить это все дело. Но, в общем-то, вот было и такое. Было и такое. Да, я немножко псих. Я, друзья, уже фиг с ним следить за ним не буду. Но у нас есть работа. О, кстати, я вам не сказал. У нас же появилось новое приобретение. У нас появился вот такой вот прицепчик для тюков. Это прицеп, который возит круглые тюки. Скажем так, дефолтный, который в игре. Точнее, из DLC адреса, но он у меня. Подарили мне эту DLC-шку со словами «держи кусок бесполезного дерьма». И, в общем-то, не такой уж он и бесполезный на самом деле. Хотя денег своих он, ребята, точно не стоит. Но, в общем-то, эту штуку я себе взял, чтобы выполнять контрактики на тюковку. Оно по курс-плею все прекрасно работает. Возит и продает эти гребаные тюки на сарай. Ну ладно, это все лирическое отступление. У нас, друзья, сегодня, конечно же, как обычно, новое производство. А именно, картонная фабрика. Сейчас мы ее заценим. Только давайте, да, для начала мы ее купим. Я что-то залез в меню и забыл. Потому что ее надо купить. 417 тысяч она стоит. И мы ее покупаем. Теперь это наше добро. Здесь мы будем, соответственно, делать картон. Который делается из щипы, воды и поддоны. Вот с поддонами у нас большой напряг. Да и со щипой, если честно, тоже. Но все равно это дело надо сегодня запустить. Потому что упаковка нам тоже скоро понадобится. И мы, соответственно, возвращаемся в нашу сканию. И поехали возить гребаные ресурсы. Начнем, пожалуй, наверное, мы с воды. Посмотрим вообще, сколько ее туда надо. Для водички у нас есть вот такой вот замечательный голубенький прицепчик. Который себе 50 кубов вмещает. Я думаю, мы один прицеп туда закинем. А больше нам и не надо пока что. Все равно щипы еще мало будет. Водичку мы, друзья, наберем вот здесь вот в ближайшем озере. На ближайшем берегу. Такое главное не утопить нашу сканию. А то обидно за нее будет. О, нормально. Пошло. Кстати, вон же Сибишка приехала на ЖБИ. А погнали, посмотрим. Будет она нормально разгружаться. Меня вот этот поворот больше всего смущал на самом деле. Потому что я, видите, влетел в него на скорости 70. Он не успевает остановиться. Я боялся, чтобы он в этот столб не въехал. Потому что у него траектория сейчас пошла, ну скажем, прямо так себе. Но он заехал, залетел. Это уже хорошо. Сейчас главное, чтобы нормально сдал задним ходом и разгрузился. И потом поехал обратно и нормально разгружался. Давай-ка мы его здесь перехватим. Хотя гравия здесь не так уж и мало, я бы сказал. Он задним ходом сдает ровненько. Нормально. Задним ходом курсплей нормально умеет сдавать. Даже если вы криво проедете, он все равно будет выравнивать прицеп нормально. Ну если, конечно, сама сцепка будет позволять маневрировать нормально. И все будет прекрасно работать. Вот. До триггера он доехал. Главное, чтобы прицеп доехал до триггера. Потому что если бы трактор, то есть если бы мы вот так вот и оставили, то соответственно метка о том, что отмена заднего хода была бы именно на месте трактора. И как только прицеп сам доехал бы до этой метки, он бы поехал вперед. Я думаю, в общем-то вы поняли, как это работает. И оно все прекрасно высыпалось. И это меня прекрасно вот вообще радует. Люблю, когда вот все работает. Что-то я сделал такое, и потом смотришь, как оно само работает. Программирование, мать его. Хотя, конечно, рисовать маршруты курсплей и программирование, это вообще разные вещи. В общем-то, эта штука у нас должна прекрасно работать. Я надеюсь, что он заправится там бетоном. Там-то в принципе, точнее гравием. Там ничего сложного нету, по сути дела. А мы тогда погнали, отвезем водичку. Боже, вот на самом деле, если бы я вот такое увидел в реальной жизни, мне стало бы страшно за эту сканию. Но благо, у нас всего лишь обычная игра. Компьютерная, мать его. Как нам отсюда выбраться, еще расскажите мне, пожалуйста. Вроде вот так вот. Все, погнали на картонную фабрику. Так-с, приехали. Давайте-ка выгрузим. В принципе, не думаю, что тут надо прям маневрировать сильно будет. Хотя нет, триггер не шибко большой по размеру. Ну и ладно. Давай, водичка, выгружайся. Выгружается, на слава богу, довольно быстро. Что у нас тут вообще по ресурсам? Щипы 500 кубов влазит. Воды 250 кубов влазит. Довольно много. И поддонов 100 кубов сюда влазит. Нормально. Я думаю, мы кубов 10 поддонов всего лишь сюда привезем. Потому что сейчас слишком жирно их будет покупать. Скоро начнем наконец-таки делать свои. Потому что наконец-таки можно будет попилить этот гребаный лес. Он наконец-то вырос. Я столько раз сказал слово «наконец-то», но... Ладно. А вот и еще раз здрасте. А мы тут привезли еще и щипы. Щипы у нас оказалось, увы, очень мало. 24 куба я забрал с пилорамы. И 3 куба я забрал с производства поддонов. Поэтому давайте мы, в общем-то, все это дело выспим. Только вопрос, куда у нас здесь щипа идет? А щипа у нас идет вон туда. Понятно. Да, высыпаем. И что, не? Надо прям туда заезжать. Да, кстати, с этим триггером были всегда какие-то проблемы. Я помню еще с прошлых частей. С 17 фермы. Как-то я очень геморройл с курс-плей сделать. Про тут какой-то другой разворот был немного. Да, надо заезжать вплотную. Ну и ладно, ничего страшного. Соответственно, щипа есть, осталось поддоны. Но, так как я молодец, я их уже сюда на самом деле привез. Я купил 5 штучек, поэтому давайте мы их сейчас загрузим. Так, здесь у нас картон, поддоны вот сюда. Хоп. Ага. И триггеры находятся довольно высоко. Ставить сюда бесполезно. Все понятно. Немножко, мне кажется, это неправильно. Так вот ставить и оно не работает. Надо на весу держать. Может быть из грузовика это тогда удобнее. Но мы это не из грузовика разгружаем. Ну и ладно. Хорошо. Давайте оставшиеся сейчас по-быструхе закинем. Вот так вот. И последний. Берем и заносим. Вот так вот. Я понимаю, что это сделано скорее всего для того, чтобы лучше с грузовика самого разгружался. Если сюда приехать, чтобы авторазгрузку просто на прицеп высыпаешь и все. А я-то другой школы человек. Мне это непривычно все. В общем-то начался делаться у нас картончик. Вот так вот он примерно будет выглядеть. Скорость 4000 литров в час. То есть за час-два поддона с картоном нам будет делаться нормально. Все сомневаюсь, что очень много у нас его получится. Щипы мы сюда привезли очень мало. Но хоть сколько-то сейчас будет. Если нам вдруг понадобится картон на каком-то производстве. То он у нас будет как минимум вот хотя бы чуть-чуть. Вообще надо будет это все дело забить. Да, вот эту полянку конечно они довольно-таки долго убирают. Ну а че, жадко-то всего 9 метров. Че поделать-то? Едет он 8 километров в час. Я смотрю всего лишь 7-8. Ну ничего страшного. Друзья, на этом эту серию я закончу. В принципе сделал что хотел. Еще раз повторюсь. Будет стримец на другом канале. Ссылка на него есть в описании. Вступайте в группу ВКонтакте и в Дискорд. Чтобы это все дело не пропустить. И вообще не забывайте про лайкусики и подписочки. И комментарии пишите ваши. И их будет мне классно читать. Потому что я люблю читать ваши комментарии. От некоторых правда глаза вытекают. Но я все равно люблю. Всем друзья в общем-то спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. С вами был Никита Дила. И всем всего доброго. Пока-пока.